Продолжение следует... Дорогие друзья, хотелось бы вам порекомендовать подписаться на канал от Вадима с любовью, поскольку его автор и бессменный ведущий Вадим Лесин лучше, как никто другой, в Рунете не расскажет про Джеймса Бонда. Он это сделает даже лучше, чем я. Так что, если подписываетесь, то подписывайтесь с умом. Канал от Вадима с любовью, ссылка будет в описании. Ну а мы начинаем. Дорогие друзья, помнится, где-то полтора года назад я выпускал ролик как раз-таки в рамках новогоднего марафона о Джеймсе Бонде. То есть это был как раз-таки самый первый выпуск, именно посвященный книгам. И там я, собственно, рассказывал о шести романах Яна Флеминга о Джеймсе Бонде. Сегодня я решил, на самом деле, затронуть такую более интересную тему. То есть романы о Джеймсе Бонде, то есть официальные именно романы, изданные официально на русском языке, не от Яна Флеминга. Поскольку после смерти оригинального автора Джеймса Бонда, значит, были предприняты многочисленные попытки продолжить серию книг об агенте 007. И первой такой ласточкой в 1968 году стала, соответственно, книга «Полкомник Сун». То есть здесь у нас, как автор, значился некий Роберт Маркем, но по факту это был близкий друг Флеминга, Кингсли Эммис. При том, что, если верить Википедии по первоначальным планам, соответственно, правообладателей, именно было, скажем так, привлекать различных авторов под вот этим псевдонимом Роберт Маркем. Но, значит, тут у Википедии есть такая вот нездоровая биполярочка. То есть в одной статье пишут, что роман коммерчески провалился, из-за этого, соответственно, таким планам не суждено было сбыться, и от Роберта Маркема, так скажем, только всего одна книга была, и, соответственно, Кингсли Эммис больше про Джеймса Бонда ничего и не писал. Вот, и косвенно это подтверждается, что на протяжении 70-х годов про Бонда у нас вообще вышло всего только три книги. Вот, однако же в другой статье Википедия пишет, что книга, опять же, была безумно популярна. И отчасти это может подтвердиться такими вещами, что как минимум три фильма про Джеймса Бонда, они какие-то элементы этой книги заимствуют. То есть главным образом это, конечно, только для ваших глаз с Роджером Муром, 1981 года вот этот фильм, скажем так, вообще очень многие как бы события берет из этой книги. Даже вот и то местодействие, как, допустим, Греция. И как раз-таки некоторые элементы его прослеживаются в таких фильмах, как «Умри, но не сейчас» и «Спектр». Значит, собственно, о чем сам роман? Значит, роман у нас как раз-таки начинается с того, что Эмм заболел и отправляется на домашнее лечение. Бонд как-то решает его, соответственно, проведать. И, значит, когда приезжает к нему домой, видит там каких-то посторонних людей, которые, соответственно, и Эмм, и Бонда захватывают в заложники. И, значит, вкалывают им какое-то вещество. Ну, что-то вроде, наверное, какого-то там снотворного нейтрализатора. Но все-таки Бонду из последних сил, воспользовавшись тем, что один из похитителей замешкался, то есть удается сбежать. И, как всегда, тут, что называется, банальная просто удача сопутствует агенту 007, что, скажем так, у похитителей просто не было времени его искать. И когда, значит, Бонд уже очухивается, то есть, что называется, от воздействия препарата, который ему ввели, он, значит, вызывает там и полицию, и связывается с Ми-6. И, честно говоря, все, что он, как бы, находит на месте преступления, это только обезображенный труп одного из облажавшихся, вот как раз-таки, похитителей, значит, который, скажем так, позволил Бонду убежать. И зацепка, ведущая в Грецию. То есть, значит, решено, соответственно, агента 007 отправить в Грецию. То есть, Бонд едет туда, как бы, с миссией. Вот, при этом здесь такой немножечко классический расклад идет в духе, значит, скажем так, Бондианы. То есть, Бонд прекрасно знает, что это ловушка, и едет, что называется, ловить на живца. Вот, и при этом, соответственно, противники Бонда прекрасно понимают, чтобы Бонд знает, что это ловушка, куда они его заманивают. Значит, в Греции Бонд попадает под пристальное внимание ГРУ, который думает, что Бонд отправлен туда специально, чтобы сорвать тайные переговоры СССР, которые должны проводиться на территории Греции. Но позже видя, что, значит, за Бондом охотятся, то есть, какие-то посторонние люди, то есть, так скажем, третья сторона конфликта есть, то есть, ГРУшники предлагают Бонду объединиться. То есть, объединить свои усилия, тем более, что Бонд оказывается такой щепетильной ситуацией, что кто-то убирает как раз-таки всех вот этих связных, то есть, как раз-таки регентатуру Ми-6 в Греции, то есть, что ему со своими на связь не выйти. И, значит, против общего врага, что называется, Бонд заключает вот такой альянс именно советской агентатурой ГРУ в Греции. Вот, то есть, тут же, кстати, появляется Адриана Александру, то есть, как раз-таки Гречанка, работающая на ГРУ, вот, которая становится такой постоянной спутницей Бонда на этом задании. И, в принципе, пожалуй, дальше я сюжет не буду спойлерить, потому что я считаю, что это лучший роман о Джеймсе Бонде, написанный не Яном Флемингом. Самое, что интересно, это как раз-таки у нас и был самый первый роман не от Флеминга, изданный еще на территории СССР. То есть, это у нас издательство было Акционерное общество Принт-тест Таллинн, 90-й год, то есть, серия как раз-таки весь Джеймс Бонд, в рамках которой вышло всего три книги, то есть, с периода с 90-го по 91-й год. И вот, как ни странно, это как раз-таки самая первая книга этой серии была. Вот, то есть, значит, полкомник Сун, можно так сказать, в этом вопросе на территории как раз-таки СССР и СНГ была уникальна. То есть, она как минимум получала два переиздания, то есть, одно даже неофициальное. И самое, что, значит, интересное, то есть, значит, как бы должно было быть еще и третье официальное издание от издательства Амфора, но из-за того, что Амфора в 2017 году обанкротилась, оно не состоялось, но планировалось. Значит, в принципе, здесь что как бы интересно, то есть, на самом деле у нас есть как раз-таки русские положительные герои, это при условии того, что, как бы, так скажем, книга еще 68-го года, то есть, в разгар как раз-таки холодной войны написанная. Вот, и самое, значит, что еще как бы интересно, то есть, здесь, в принципе, ну, отметился, пожалуй, только полковник, точнее, генерал КГБ, он тут не в лучшем свете показан, тем более, что он страдает такими гомосексуальными наклонностями на, так скажем, таких мальчиков лет 16-17 спортивного телосложения, вот, и действительно такой достаточно тупой персонаж и недальновидный. Ну, вот, горлушники здесь показаны именно такими вот молодцами, что называется, то есть, хорошими такими ребятами, вот. Вот, и есть такой, у автора один интересный здесь такой, ну, не знаю, как это назвать, омаж, что ли, там, обыгрывание вот как раз-таки фильмов, то есть, тут четкая разница между книжным и киношным Бондом проводится, потому что, значит, Кью здесь дает Бонду специальное снаряжение, которое прячет в его ботинках, то есть, там всякие у него отмычки и какие-то другие девайсы, и Бонд, он, на самом деле, всю, как бы, книгу с этими ботинками носится, то есть, он их там постоянно, там, значит, берет с собой, постоянно их носит, даже когда, значит, ему нужно будет плыть от, допустим, катера до берега, он там, что называется, ботинки эти захватывает с собой, там плывет гребятной рукой, несет их там над собой, и в процессе, значит, развития сюжета совершенно про них забывает. И, то есть, так их за всю книгу и не использует, хотя постоянно их, что называется, с собой таскал и оберегал. Вот, и даже есть такой вот любопытный здесь фрагмент по поводу этого. Сейчас я его даже вам зачитаю. Верно, я должен был подумать об этом. С нескрываемым трудом Лицес улыбнулся. Ты, похоже, уже совсем оправился. Снова обаятельный секретный агент. Наверное, твой костюм напичкан мини-радиопередатчиками, скрытыми камерой и тому подобными вещами. Напичкан до последнего шва. С легким удивлением, впервые с момента своего возвращения, Бонд вспомнил о тех приспособлениях, которые были установлены в секции Q. Отмычки, пилки, миниатюрный передатчик. Он был совершенно прав, считая их бесполезными и бессмысленными, когда дело действительно принимает серьезный оборот. Так что, в общем-то, роман этот всем любителям Бонда рекомендую к прочтению. То есть, может как-то показаться, что я, на самом деле, слишком как-то сумбурно про него описал. Но, значит, все-таки, ребята, если он вас как-то заинтересовал, советую почитать и сложить о нем, что называется, свое собственное мнение. То есть, просто не хотелось вам портить удовольствие, спойляя какие-то важные моменты. То есть, это все-таки та книга, о которой не то, что нужно рассказывать, а которую действительно нужно брать и читать. Ну, а мы идем дальше. Вот. И, честно говоря, второй книгой про Джеймса Бонда, не от Яна Флеминга, на русском языке, стала новолизация фильма «Золотой глаз». То есть, самое, что интересно, то есть, долгие годы я считал эту книгу мистификацию, но она, оказывается, и правда существует. То есть, это как раз-таки у нас московское издательство «Мир» 97-го года. Ее издавало, то есть, сама книга выходила в 96-м году, то есть, от Джона Гарднера, то есть, именно того автора, который, скажем так, считается автором, написавшим больше всего романов о Джеймсе Бонде. То есть, его именно привлекали к написанию романов с 1981 года по 1996 год. То есть, первая его книга о Джеймсе Бонде, если кто не знал, была как раз-таки «Лицензия восстановлена» 1981 года. Самое, что интересно, этот роман у нас даже хотело издавать издательство «Амфора» в 2017 году, но из-за того, что она обанкротилась, опять же, этим планам не суждено было сбыться. Значит, Гарднер, кроме того, что писал еще и свои собственные, как бы, романы про Джеймса Бонда, он написал новолизации как раз-таки двух фильмов, которые снимались по своему собственному сценарию, то есть, не основываясь на произведениях Яна Флеминга вообще никак. То есть, это как раз-таки «Лицензия на убийство» с Тимоти Далтоном и вот как раз-таки «Золотой глаз». Значит, самое, что интересно, то есть, книгу эту, на самом деле, очень сложно найти, это мне вот просто реально повезло, что я ее нашел, потому что ее тираж, самое, что интересно, составлял, соответственно, всего лишь 5000 экземпляров. То есть, она выходила в мягком переплете. Вот. Значит, соответственно, у нас на обложке даже вот как раз-таки изображен Пирс Броуснон с Вальдером ППК, то есть, из каких-то промо-материалов к фильму «Золотой глаз». И, значит, есть вот такая аннотация. Знаменитый Джеймс Бонд, агент 007, на этот раз действует в России. Книга Джона Гарбнера «Золотой глаз» написана по сценарию одноименного фильма, где известный по множеству фильмов и книг героя Яна Флеминга, Джеймс Бонд, агент 007, вступает в борьбу с российским преступным синдикатом Янус. Вот. То есть, даже есть вот такая пометочка, что Джон Гарбнер по сценарию Джеффри Кейтна и Брюса Фрейстина по мотивам Майкла Франца. Вот. Перевод с английского и почитали. Значит, что здесь, как бы, можно сказать, в принципе, интересно. Ну, во-первых, как в большинстве новолизаций, есть сцены, которые в фильм не вошли, то есть, которые там предполагались и даже были сняты, но их, соответственно, вырезали. Есть, соответственно, и ряд отличий в некоторых вещах. То есть, например, Джек Уайт встречает Бонда не на Горбатом Запорожце, а как раз-таки на «Москвиче». Вот. Также почему-то у Гарбнера сложно, как бы, это сказать. Почему? Очень так животрепещущие описаны постельные сцены, прям как какие-то порно-рассказы. То есть там, что называется, все очень детально описано, кто куда, кому, во что и куда вставил. То есть вот такого плана уж извиняюсь, как бы, за каламбуры такие пошлые. Но это как бы действительно так. То есть если почитать, там, допустим, романы самого Флеминга, как у него были описаны постельные сцены или каких-то других авторов, там, честно говоря, такого вот нету. Вот. То есть чем, в принципе, как раз-таки новолизация, в принципе, интересна. Ну, опять же, я, в принципе, один из романов Гарбнера «Человек из Барбароссы», который у нас, правда, никогда не издавался, есть только фанатский его перевод. Обозревал уже, что называется, в прошлом выпуске «Читальные избы», посвященной Бонду. То есть это был третий выпуск «Читальные избы». Вот. И, значит, что называется, Гарднер меня не подвел. То есть я считаю, что это достаточно приличный был автор, который писал про Бонда. При том, что у Гарднера была еще такая задача очень интересная. То есть он должен был Джеймса Бонда перенести в 80-е годы. Ну, с чем я считаю, в принципе, он до самом деле хорошо, достаточно справился. И хотелось бы вам зачитать из этой книги достаточно любопытный фрагмент, которого вообще не было в фильме. Судя по всему, он там вообще не предполагался. И Гарднеру пришлось, так скажем, его написать. Ну, понятное дело, все согласовав с представителями Young Production, там, может, даже и сценаристами фильма. Как вы помните, когда Бонда и Наталья выбираются с бренепоезда, дальше действие переходит на Кубу. А здесь, соответственно, Гарднеру пришлось описывать больше половины главы про то, как Бонд и Наталья выбирались из Санкт-Петербурга. Поскольку за ними, что называется, охотятся и милиция, и ФСБ, и армия. И надо как-то, значит, им оттуда срочно выбраться. Значит, глава называется «Промежуточные эпизоды». И, значит, сейчас я из нее как раз-таки зачитаю фрагмент. Перед ними возникла масса препятствий, и первое, которое представлялось на первый взгляд очень простым, оказалось на деле весьма трудным. У них не было средств передвижения, а они находились в шести или семи милях от Санкт-Петербурга. В условиях новой русской демократии остаться без транспорта означало не только претерпеть неудобства, но и подвергнуться немалым неприятностям. Кроме того, Бонду требовался телефон, чтобы сделать самое главное – связаться с Джеком Уайдом, его единственной надеждой и опорой. Несколько миль они прошли пешком. К счастью, к ним никто не приставал, если не считать одного нищего, настоявшего на том, чтобы исполнить им песню, что он и сделал высоким монотонным голосом. Бонд с трудом разобрал несколько слов и понял, что песня призывает куда-то люд голодный. Почти одновременно с пением вдали слышался колокольный звон, такой же монотонный и глухой, похожий на звук, который издает туго натянутая струна. Вопреки здравому смыслу, Бонд дал нищему целое состояние – 5 долларов, и спросил Наталью, о чем идет речь в песне. «О, это старая революционная песня. Ее пели еще до того, как к власти пришли большевики», – объяснила она. Наконец, они добрались до маленького грязного ресторана, и его владелец разрешил им воспользоваться телефоном, потребовав за это деньги, а также при условии, что они у него позавтракают. За отдельную плату, разумеется. Бонд набрал номер телефона, который дал ему Джек Уайд, и услышал голос Уайда на автоответчике. Голос предложил сообщить суть того, о чем звонящий хочет поговорить, и пожелал всего хорошего. Бонд сообщил агенту ЦРУ, где они находятся, сказал, что им нужны колеса, и перечислил множество других просьб. Кофе в ресторане оказался удивительно хорошим, и они позавтракали черным хлебом с копченой селедкой. Едва они закончили завтрак, как у входа послышался виск тормозов. Оказалось, это две милицейские машины. Игра окончена, обреченно прошептал Бонд. Нас ждут крупные неприятности. Владелец ресторана, однако, думал иначе. Судя по всему, он не испытывал добрых чувств к силам правопорядка в любой форме или обличье, потому что пулей выскочил из-за стойки. Обратившись к своим клиентам, он торопливым шепотом позвал их за собой. Провел через кухню, поднялся по лестнице на второй этаж и открыл дверцы большого шкафа, где хранились коробки с банками, пакетами и бутылками растительного масла. Наверняка продукты с черного рынка, подумал Бонд. Затем хозяин жестом пригласил своих гостей спрятаться в шкафу. Приложил указательный палец к губам и закрыл дверцы, оставив своих посетителей в полной темноте. Бонд почувствовал, как рука на талии протянулась к его лицу. Нежные пальцы пробежали по носу, глазам, губам и подбородку. Он прижал девушку к себе и нашел в темноте ее губы. Сначала она замерла, затем Бонд почувствовал, как тело девушки требовательно прижалось к нему. Рот приоткрылся. Снизу донеслись спорящие голоса, затем раздался взрыв смеха. Прошло около 20 минут прежде, чем они услышали шаги на лестнице. Хозяин открыл дверцы шкафа и ухмыльнулся. Кто-то дурачился с оружием и железнодорожным подвижным составом, сообщил он со счастливой улыбкой, обнажившей редкие желтые зубы. Милиция и органы безопасности разыскивают мужчину и женщину. Я не хочу ссориться с блюстителями закона, поэтому сказал им, что сегодня у меня не было посетителей. Правильно, да? Совершенно правильно ответил Бонд и дал ему еще денег, отчего улыбка хозяина стала еще шире. Прошло чуть больше получаса, и на своем старом ржавом москвиче приехал вечно сияющий Уайт. По пути к отелю Бонд вручил ему список необходимых вещей, в том числе и билетов на первый же авиарейс в Соединенные Штаты, а также заграничного паспорта для Натальи. Со всеми требующимися визами и одеждой для девушки. Это не так уж просто. Голос Уайда звучал лениво, словно происходящее не имело для него никакого значения. С другой стороны, я бы не назвал это непреодолимым. Следующее мгновение он резко свернул направо, на узкую проселочную дорогу. «Здесь мы не сможем ни с кем разъехаться», – раздраженно заметил Бонд. «Зачем нам ехать по полю, Джек?» «Все основные дороги перекрыты, Джеймс», – «перекрыты», – обеспокоенно спросила Наталья. «Да, там, по-первых, шоссе стоят автомобили, деревянные заграждения, милиция и КГБ, проверяют всех проезжающих. КГБ больше не существует», – возмутилась Наталья. «Разумеется, поэтому-то все так и называют органы безопасности, либо КГБ, либо старым названием ЧК. Это взаимозаменяемые названия, бэйби. Если ты не знаешь об этом, значит, кто-то подсыпал тебе наркотик в пищу. Я не знаю ни одного русского, который бы назвал КГБ как-то иначе, чем КГБ. Так было вчера, сегодня и будет всегда. Вроде как реклама для этого мюзикла. Котята, кошки поправил его бонд. Как бы то ни было, по всем окраинам Санкт-Петербурга шарят их люди. Надеюсь, причинять вам немало неприятностей. Я проверил, и по какой-то странной случайности им неизвестно, в каком отеле ты остановился, Джеймс. У тебя там не забрали паспорт? Нет, когда резервировали номер, то делали это, как мы называем у себя в фирме. Негласно. Мы тоже пользуемся этим выражением. Господи, ты только посмотри. Мы произносим одинаковые слова. А еще утверждают, что Англия и Америка это две страны, разделенные общим языком. После непродолжительной паузы, бонд поинтересовался, правильно ли он понял Уайда. Значит, по-твоему, наблюдение за отелем не ведется? Твой отель чист, как свиток в той поговорке. В общем, Джеймс, не задавай вопросов. И тогда мне не потребуется отвечать на них. Что еще? Мы сможем пробраться к центру города проселочными дорогами и переулками. Как только окажемся в центре города, нам не придется думать о проверке документов. Судя по всему, их проверяют только на окраинах и в предместиях. Эти люди здесь какие-то странные. По их мнению, никто не будет настолько глуп, что поедет прямо в центр. Что еще? Это были хорошие новости, а плохие заключаются в том, что на железнодорожных станциях и в аэропортах проверку ведет секретная полиция. Для вас понадобятся новые паспорта. Кроме того, боюсь, вам обоим придется прибегнуть к старому доброму приему, изменить внешний вид. Бонд ненавидел всяческие маскарады с переодеваниями. Ему трудно было вести себя в новом облике естественным образом. Он попытался было протестовать, заявил, что отказывается быть шутом, какими бы обстоятельствами это не вызывалось. Не беспокойся, Джеймс. Мы сделаем это тонко. Обещаю, что тебе не понадобится переодеваться в женское платье. Ты у нас немного постареешь. А Наталья, наоборот, сбросит несколько лет. Все будет в порядке. Действительно, в отеле их никто не остановил и не потребовал предъявить документы. Бонд с Натальей поднялись в номер, приняли душ и стали нетерпеливо ждать приезда Джека Уайда, надеясь, что он выполнит свое обещание. Ждать им пришлось недолго. Уже около 7 часов он привез чемодан, полный, как он выразился, товаров. Плюс еще две дорожные сумки авиакомпании. Для Бонда предназначался американский паспорт с новой фотографией, на которой у него были очки в массивной оправе, седые волосы и более полное лицо. Эти перемены достигались просто. Краска для волос и прокладки из пенопласта под щеки. Только ничего не пей, пока у тебя во рту эти прокладки, Джеймс. Они впитывают жидкость, так что у тебя изо рта могут неожиданно полететь брызги. Я читал об этом в каком-то шпионском романе. Бонд вошел в ванную, вымыл волосы, специальным препаратом надел очки и сунул за щеки прокладки. Внешность изменилась поистине радикально. Когда он снова появился в гостиной, там сидел Уайт с юной школьницей. По паспорту ей около 15. Вот британский паспорт с соответствующими визами. И одежда одной из престижных английских школ, существующей на самом деле. Уайт посмотрел на Наталью с похотливой улыбкой. А для дальнейшего путешествия у вас будут настоящие документы. Он швырнул на стул два потрепанных британских паспорта. Теперь вы оба довольны? Мне нравится такое, как вы это называете преображение. Наталья покраснела и опустила взгляд от смущения, как и полагается, 15-летней школьницы. Совершенно верно, внимательный взгляд Бонда скользнул по прелестям школьницы. И он почувствовал себя намного моложе, чем это казалось по только что приобретенному внешнему облику. Вот только нижнее белье не такое уж удобное. Ритузы из толстой темно-синей ткани, грубо и словно сделанные из шерстяной саржи. «Обычная одежда учащихся закрытых британских шкод для девочек», – улыбнулся Бонд. Но это только на время перелета из Санкт-Петербурга. На лице Уайда появилось невинное выражение. «Здесь целая сумка отличного нижнего белья, которым вы воспользуетесь, когда прилетите к месту назначения. Я взял на себя смелость определить на глаз ваши размеры. А вот по сумке для каждого из вас. Там вы найдете кое-что полезное». Приехав в аэропорт, кишащий с сотрудниками служб безопасности, они разделились. Бонд подошел к стойке паспортного контроля, играя роль сварливого и несколько эксцентричного отставного майора, путешествующего по свету. Он быстро обнаружил, что его угрозы пожаловаться начальству взымели немедленное действие. Так что все прошло гладко. Пройдя таможню и паспортный контроль, Бонд оглянулся, и его сердце тревожно забилось, когда он увидел, что две толстые женщины в форме сотрудника службы безопасности уводят Наталью в помещение, отгороженное занавеской. Позднее девушка рассказала ему, что это был самый страшный момент в ее жизни. «Их поведение показалось мне весьма странным», — пояснила она. Они вели себя очень агрессивно, пока я не дала им несколько долларов. После этого меня прекратили ощупывать и оглаживать. Прилетев в Париж, где у них было достаточно времени до посадки на другой самолет, они успели снова изменить свою внешность, переодеться и уже более или менее походили на самих себя. Во время перелета в Майами Бонд и Наталья сидели рядом. После прибытия никто не задавал им вопросов, и они только-только успели на рейс в Пуэрто-Рико. Там их встретил молодой мужчина. На нем прямо-таки написано было, что он из ЦРУ. Американец быстро и без всяких осложнений провел гостей через иммиграционную службу и таможню. Он отзывался на имя Мэг, могучими плечами и шириной груди напоминал пожарный гидрант и передал им их новый багаж. Наталья произвела на него огромное впечатление, и Мэг не сводил с нее восхищенных глаз. Он отвез их в роскошное бунгало на песчаном пляже, в не менее роскошном БМВ, который, по его словам, они могли пользоваться все время пребывания на острове. Ну, а следующая книга, вышедшая на русском языке про Джеймса Бондоне от Яна Флеминга, была новолизация фильма «И целого мира мало», которую, соответственно, писал Раймонд Бенсон. То есть Раймон Бенсона я считаю, на самом деле, самым худшим автором, кто писал романы о Джеймсе Бонде. То есть из всех авторов, кого я вообще читал. Вот. И, честно говоря, вот, как бы, его какие-то сольные произведения о Джеймсе Бонде, на всякий случай скажу, что как раз-таки он писал свои романы после Гарднера, то есть где-то с 90-го, приблизительно, наверное, с 7-го года по где-то там началу 2000-х. Вот. И все его, в принципе, какие-то сольные произведения мне напоминали фанфики, допустим, с фигбук.нет. То есть вот если туда зайти и что-то почитать там про Джеймса Бонда, вот это будет действительно на его писанину похоже, если даже не лучше. Вот. Единственное, что все-таки он написал три новолизации фильмов с Пирсом Брослоном, которые, опять же, были сняты по своим собственным сценариям. То есть это, получается, «Завтра не умрет никогда», «Целого мира мало» и, соответственно, «Умрено не сейчас». Вот. И надо признаться, что вот, возможно, вот и «Целого мира мало». Такая, может быть, одна из немногих более или менее приличных работ как раз-таки именно Бёнсона, поскольку все-таки она уже была написана по как раз-таки готовому каркасу. Ну, то есть, что называется, надо было только сделать ее новолизацию. То есть здесь, кстати, даже и показано, что на основе сценария Нила Первиса, Роберта Уайда и Брюса, Ферштейна, везде почему-то у нас по-разному его как бы фамилию так склоняли. Вот. То есть это еще у нас Аистей издавало в 99-м году как раз-таки. Вот. Значит, чем, в принципе, эта новолизация интересна? Ну, так же, как, в принципе, почти любая новолизация, есть вырезанные сцены, которые в фильм не вошли, то есть здесь они как бы присутствуют. Плюс ко всему Бенсону пришлось описать, ну, скажем так, какую-то дулю отсебятеля. Ну, в том плане, что, например, надо было написать биографии персонажей, и вот здесь у него как раз-таки есть биография именно как раз-таки Ринара, которую я вам, в принципе, зачитаю. Ринар вспомнил мать, московскую ресторанную проститутку. Ни за ним, ни за тремя его старшими сестрами она не смотрела совсем. У них всех были разные отцы. Своего Ринар никогда не видел. Мать часто вваливалась поздно ночью, пьяная и злая. Он ярко помнил запах перегара и табака, пропитавший тесную квартирку, где они все жили. Она всегда находила, за что на них наорать. Одна из сестер забыла постирать, другая не отскребла унитаз. Он сам не вымыл пол. Иногда сестры обвиняли его в мелких проступках. И мать его била, а сестры смотрели и смеялись. Господи, как он их всех ненавидел. Ринар отнюдь не был психиатром. Но даже он мог понять, почему у него проблемы с женщинами. Вдруг нахлынуло другое воспоминание. Ему было 14, когда он решил уйти из семьи и жить на улице. Он пробрался в комнату матери, думая, что она спит пьяным сном. Она проснулась и поймала его за кражи денег из кошелька. Она за ним погналась, но он выбежал на улицу без пальто, без ничего и не вернулся. Тогда он увидел мать в последний раз. Одну из старших сестер он увидел через два года. Она искала его по всей Москве. По чистой случайности, они увиделись в одной ночлежке. Она ему сказала, что мать их убил в кабаке какой-то пьяный моряк. Девчонки разбрелись и теперь жили каждая сама по себе. Две другие стали проститутками. Ей удалось найти работу швеи. Они ниществовали, и сестра умоляла его им помочь. Ринар, который не забыл, как сестры с ним обращались, отказался. Он ушел из семьи и не оглянулся. Когда ему исполнилось восемнадцать, его загребли в армию. К собственному удивлению, он воспринял этот бодрый распорядок дня и сумел примениться ко всем аспектам военной жизни. Он освоился с огнестрельным оружием, научился работать со взрывчаткой и овладел рукопашным боем. Ему нравились учения, и дважды он получил выговор за то, что выполнял имитацию «Опасно близко к истинному бою». Однажды он убил двух своих сослуживцев и сумел выдать это за несчастный случай. Приятно было ощущать такую власть над жизнью и смертью. Во многих отношениях он представлял собой для армии проблему. У него были агрессивные наклонности, которые часто приводили к нарушениям дисциплины. Он был злобен и не имел друзей. Но когда начальство поняло, что имеет дело с хладнокормным убийцей, Ренара перевели из обычных войск в спецназ армейской разведки. Это куда больше отвечало его склонностям и темпераменту. Он работал убийцей и экспертом по взрывам до самого распада Советского Союза. Среди его многих достижений была ликвидация не менее трех агентов МИ-6, четырех агентов ЦРУ и семерых из Моссада. В его комнате в московских казармах висела карта, где он отмечал свои удары. После распада СССР он дезертировал, покинул Россию и узнал, что куда бы он ни направлялся, его репутация его опережает. Получить работу свободного наемника оказалось до смешного легко. Особенно ему понравилось работать на антикипиталистические группы, которые хотели увидеть возврат коммунизма. Это было хоть что-то, во что можно было поверить. Он стал более известен публично, делая громкие заявления и предупреждения при очередном преступлении. Кличку Лис Ренар заработал сам, того не желая, после особенно успешной шпионской операции в Иране. За ним установилась репутация человека с талантом к похищениям и тайным операциям. Он умел проникать в недоступные места, делать любую работу под прикрытие, убивать и взрывать и уходить, не оставляя следов. Прошло немного времени, и он оказался в списке ФБР, наиболее усердно разыскиваемых террористов и анархистов. А расставали его только один раз в Корее и выдали России. Там он и встретил психиатра, который ему сказал, что у него были трудности с женщинами. Ну а следующий роман про Джеймса Бонда на русском языке вышел только в 2008 году от издательства Азбука Классика. Это как раз-таки Себастьян Фолкс «Дьявол не любит ждать». То есть здесь в чем была особенность. Значит, у нас этот роман был приурочен к столетию Яна Флеминга, и, соответственно, насколько я знаю, была такая целая пиар-компания, связанная с этим романом, что якобы это, дескать, первый роман со времен смерти Флеминга о Бонде. Ну то есть, что было на самом деле полной такой вот рекламной уткой, поскольку, как вы уже могли заметить, достаточно много романов про Джеймса Бонда как раз-таки выходила с 1968 года, начиная. И даже целых авторов привлекали, допустим, как как раз-таки Гарднер и как раз-таки у нас, получается, Бенсон, которые писали именно такие циклы, а не какие-то такие одиночные романы. Ну а значит, как ни странно, вот этот почему-то роман очень сильно распиарен на Западе. То есть здесь даже что есть интересного, значит, например, в такой статье, которая есть на вот именно русской службе BBC, притом она была и в оригинале на английском, «6 агентов 007», хит-парад авторов после Яна Флеминга. То есть ссылку я под видео как раз-таки на эту статью тоже оставлю. Вот как раз-таки роман Себастьяна Фокса, то есть «Дьявол не любит ждать» был, соответственно, назван лучшим романом о Джеймсе Бонде после Флеминга. То есть, с чем я, кстати, полностью не согласен. То есть я считаю, что все-таки «Полком Никсон» самый лучший роман, кто бы там что ни говорил. Вообще из всех романов о Бонде и не от Флеминга, которые я читал. То есть я, честно говоря, да, большинство авторов прочел. Вот. Ну, значит, здесь есть какие, соответственно, у нас интересные подробности. То есть вот, читаю даже в монотацию. «Входите 007», — сказал М. «Рад видеть вас снова. Только романист класса Фолкса смог примерить на себя мантию Флеминга и внести свой вклад в возрождение славы крупнейшего британского автора шпионских романов. Бен Макентайр «Таймс». Роман «Дьявол не любит ждать» написан во знаменовании столетия со дня рождения Яна Флеминга, отмечаемого 28 мая 2008 года. Это мастерское продолжение многотомной Бондианы, еще одна глава из жизни самого знаменитого шпиона мировой литературе кино, насыщенная яркими, захватывающими событиями. Себастьян Фолкс подхватывает знамя Бондианы там, где оно выпало из рук Флеминга, и возносит его к только что взятым высотам холодной войны, погружая нас в историю, полную почти невыносимого напряжения и динамики. «Дьявол не любит ждать» сохраняет все очарования и аромат романов Флеминга и ставит Бонда перед лицом опасностей, которыми полон сегодняшний мир. Ну вот, что-то в таком духе здесь у нас было написано. Также было, соответственно, именно слово автора. «Я очень рассчитываю на вашу помощь в одном деле 007. Все детали мне и самому пока не ясны, но опыт подсказывает, что речь идет о чем-то серьезном, даже очень серьезном. Вы что-нибудь слышали о докторе Джулиусе Горнере? Этому имени суждено было навсегда впечататься в память Джеймса Бонда, имя человека, для которого не существует никаких авторитетов, кроме его собственного, жаждущего власти эго человека, чье богатство было ограничено лишь его собственной жадностью, человека, который не остановился бы ни перед чем ради достижения главной цели в жизни – нанесения смертельного удара в самое сердце Великобритании». Ну, значит, соответственно, в принципе, о чем этот роман? Действие романа разворачивается в 60-е годы, где Эмм дает задание Бонду ликвидировать некоего доктора Джулиуса Горнера, то есть который занимается, собственно, торговлей на территории Европы и, в частности, Великобритании. При этом у Бонда есть, что называется, дополнительный стимул, потому что его, как раз-таки, просят о помощи некая Скарлетт Попава, то есть, значит, что ее сестра, она как раз-таки попала, скажем так, в заложницы к главному злодею, то есть доктору Горнеру, что, значит, выполняет роль его ассистента, плюс ко всему, он еще ее пичкает наркотиками, то есть из-за чего, как бы, она от него, что называется, уйти не может. Вот, при этом Горнер достаточно такой противоречивый персонаж, то есть он, с одной стороны, очень любит английскую культуру, но, с другой стороны, ненавидит все британское, то есть у него, как бы, цель как-то этот самый, значит, уничтожить Великобританию. И он, значит, придумывает такой хитрый план, совершить, значит, нападение на секретный советский город Златоуст-36, где сосредоточено производство ядерного оружия, вот, и выставить это как нападение Великобритании на СССР. Ну, соответственно, получается, Бонду и как раз-таки Скарлетт удается сорвать этот план, но вот здесь есть такая одна вот интересная часть, пожалуй, всей этой книги, которая, я бы сказал, даже в какой-то степени филерная, где, соответственно, Бонду и Скарлетт нужно выбраться именно из СССР, то есть они вот оказываются на Волге и, значит, существуют, точнее, осуществляют такое путешествие с Волги до Ленинграда, которое здесь, в принципе, описано. И вот даже два фрагмента я вам из этой книги прочитаю. Как странно подумал Бонд оказаться в стране, против которой вел тайную шпионскую войну большую часть своей сознательной жизни. И вот он, наконец, вступил на эту землю, населенную людьми с обычными европейскими лицами, изрезанную плохими дорогами, вдоль которых не найдешь ничего, что обычно включают в понятие придорожного сервиса. Зато всюду виднеется множество бедных крестьянских дворов, и земля эта показалась ему менее чужой, странной и дикой, и какой-то гораздо более нормальной, чем он представлял себе до сих пор. И, наконец, очучившись в самом сердце этой огромной страны Советского Союза, Джеймс Бонд погрузился в сон. Спал он чутко, как и положено разведчику. Но все же сон позволял восстановить силы. Вот. И, значит... В принципе, есть момент, как Бонд и Скарлетт приехали в Ленинград. От Московского вокзала до Невского проспекта было рукой подать. Позавтракав, они распределили обязанности на первую половину дня. Бонду предстояло раздобыть денег, а Скарлетт должна была заняться поисками подходящего катера в порту. Встречу они назначили позади Пушкинского театра в час дня. Бонд, сгорая от стыда, стащил с прилавка универмага вязаную шапочку. Отворот, который можно было отторкнуть, закрыв таким образом большую часть лица. Этим нехитрым маскировочным приспособлением он и воспользовался, когда пришло время совершить налет на инкассаторскую машину, которая подвезла наличные деньги к отделению какого-то банка на Тихой Улочке, неподалеку от Московского проспекта. Бонду оставалось утешать себя тем, что хотя бы стрелять на сей раз не пришлось. При виде наставленного на него пистолета охранник от изумления остолбенел и даже не пытался оказать сопротивление. Более того, когда Бонд покинул место преступления, инкассаторы, по-видимому, еще какое-то время пребывали в ступоре, потому что он успел не только выбросить шапочку Вурнула, но и удалиться от здания банка на приличное расстояние, прежде чем далеко позади, раздался вой милицейской сирены. Избавившись от компрометирующего головного убора, Бонд вынул из портфеля и надел соломенную шляпу учителя математики, купленную в ГУМе, а затем напустил на себя как можно более непринужденный вид. Провел оставшееся до встречи время в городском саду на набережной Невы. Скарлетт пришла минута в минуту. Судя по выражению его лица, она принесла как хорошие, так и плохие новости и очень беспокоилась по поводу того, как их оценит Бонд. «Я нашла одного подходящего человека», — сказала она. «По национальности он финн. И говорит по-английски, хотя не очень хорошо. В общем, он готов провернуть такую рискованную операцию. Но проблема в том, что довезти нас прямо до Хельсинки у него не получится. Это слишком далеко. Взять на борт больше топлива, он может перевезти нас через границу. Там мы пересядем на катер, принадлежавший его брату. Он говорит, что для них это достаточно привычный марширот. Так вот, этот второй катер доставит нас в большой финский порт, который называется Хамина. Это примерно миль 150 отсюда. Ничего другого эти ребята предложить не могут. Но в Хамине можно сесть на поезд или добраться до Хельсинки автостопом. Дорога там хорошая». «Что ж, неплохо», — сказал Бонд. «По крайней мере, это Финляндия, нейтральная страна». «Русские военные катера действительно патрулируют залив. И более того, часть фарватера заминирована. Но этот человек говорит, что проход между островами в заливе он знает как свои пять пальцев. Мы поплывем ночью. Отправление в 11. Вся поездка займет примерно часов 8. Но он хочет получить за это просто уйму денег. «Именно столько у меня как раз и есть», — проговорил Бонд. «Ну как ты сумел? Ты же обещал не расспрашивать». Так что, в общем, могу сказать, что, ну да, книга достаточно неплохая, но явно не лучший роман про Бонда, как о нем говорят. В том числе, соответственно, и, получается, у нас главзлодей, Горнер Прибалт по национальности. Но почему-то здесь автор постоянно акцентирует внимание на его славянских скулах. Вот, то есть совершенно забываю, что, соответственно, славяне и Прибалте совершенно разные народности. Ну, в принципе, да, любителям Бондианы можно, в принципе, почитать. И как раз-таки, соответственно, последний на сегодняшний день роман о Джеймсе Бонде не от Яна Флеминга, изданный на русском языке. Это карт-бланш Джеффри Дивера. То есть это как раз-таки в чем особенность была. То есть здесь у нас автор, что называется, попытался перенести Бонду уже в 2000-е годы. То есть как в свое время Джон Гарнер переносил Бонду в 80-е, так же, соответственно, получается, Дивер это и сделал. Вот. Значит, мне, сразу скажу, этот роман очень сильно понравился. То есть я, наверное, бы не побоялся даже поставить его, наверное, на второе место после, соответственно, полковника Суна. Вот. То есть при условии того, что, например, тот же самый, получается, в статье «Шесть агентов 007. Хит-парад авторов после Яна Флеминга от BBC». Значит, у нас получается, как раз-таки, именно Джеффри Дивера поставили на пятое место. То есть после, соответственно, как раз-таки Раймонда Бенсона. То есть от, ну так скажем, худшего к лучшему. Вот. То есть, ну вот как по мне, в принципе, я считаю, что автор своей задачи справился. В том числе здесь даже есть такие неиллюзорные отсылки на Доктора Ноа. Очень, кстати, хорошо так поданные, в принципе. На самом деле такие, как бы, так скажем, интересные вещи здесь описаны. В том числе, как раз-таки Дивер вернул моего любимого женского персонажа Мэри Гуднайт. То есть кто смотрел предыдущий выпуск, прекрасно знает, о чем я как бы говорю. Вот. Значит, ну, собственно, с аннотаций. С нами знаменитый шпион в мире, герой легендарных романов Яна Флеминга, положенных в основу суперпопулярной киноэпопеи, вот уже почти 50 лет, пользующийся колоссальным успехом во всем мире. В 2010 году фонд Яна Флеминга принял решение заказать роман о легендарном агенте 007 Джеффри Дивера, автору 26 мировых бестселлеров, изданных тиражом, превышающим 20 миллионов экземпляров. Перед вами блокбастер года. Джеймс Бонд возвращается. И теперь опасное задание приведет его в Дубай и Южную Африку. Миллионы поклонников Джеймса Бонда затаили дыхание. Какие приключения ожидают агента 007 на этот раз? Значит, в принципе, от автора, конечно, есть у нас такое вот сообщение. Посвящается Яну Флемингу, человеку, научившему нас не терять веру в героев. Также есть, опять же, от автора еще такая вещь. Все описанные события вымышлены, однако большинство упомянутых в романе организаций существуют на самом деле. В мире разведки, кроме разведки и шпионажа, любят аббревиатуры и сокращения. Поэтому, чтобы не захлебнуться в их мещанине, помещаю в конце книги примечания. Ну и, соответственно, вот такой был эпиграф у нее. Нам необходима новая организация, чтобы координировать, направлять, контролировать и оказывать помощь гражданам угнетенных стран. Необходима полная секретность, определенная доля фанатизма, желание работать с представителями разных национальностей и полная политическая надежность. Как мне видится, подобная организация должна обладать абсолютно независимостью от военного министерства. Хью Далтон, министр экономической войны. О формировании разведочно-диверсионной группы при управлении специальных операций Британии в начале Второй мировой войны. Вот, значит, по сюжету романа, что у нас происходит? То есть, ну, Бонд у нас родился в 1979 году, то есть ветеран войны в Ираке, то есть 2003 года. Потом, значит, что называется, его пригласили как раз-таки в Ми-6 работать, на что он согласился. Во время совместной работы с сербскими спецслужбами в Белграде Бонд случайно натыкается на след некого готовящегося теракта под названием, соответственно, Гиена. И, соответственно, след наводит его на некого, соответственно, Северяна Хайта, то есть владельца как раз-таки компании по переработке мусорных отходов. Вполне, кстати, легально существующий, но есть у него, так скажем, и теневой бизнес. Он занимается именно ликвидацией, скажем так, массовых каких-то захоронений нелегальных в виде там всяких последствий войн, геноцидов, этнических чисток и тому подобного. При этом сам Хайта страдает, скажем так, какими-то некрофильными увлечениями, то есть любит собирать там фотографии трупов и тому, собственно, подобные вещи. И чтобы весь этот хитрый замысел раскрыть, Бонду придется поездить, соответственно, кроме как бы Сербии, еще и по, соответственно, этим самым Дубаю, и в ЮАРе побывать. И, в принципе, так скажем, в сюжете тут есть и неожиданные такие вот повороты. И, скажем так, он действительно лихо так закручен и действительно написано интересно. То есть, в принципе, не побоюсь назвать этот роман, наверное, вот вторым лучшим после полковника Суна. Ну, а сейчас я вам зачитаю один из фрагментов этого романа, посвященный моему любимому женскому персонажу, Мэри Гуднайт, которой здесь, к сожалению, мало, но вот честь и хвала автору, что она есть, потому что большинство других авторов просто на вот этого персонажа как-то подзабивало, то есть они в книгах их не появлялись. Бонд прошагал через рабочую зону, кивнул по пути блондинке лет двадцати с небольшим, подавшейся вперед в своем кресле и будто парящей над письменным столом. Работая Мэри Гуднайт в любом другом отделе, Бонд мог бы пригласить ее на ужин, а дальше положиться на обстоятельства. Но она работала именно здесь, в пятнадцати шагах от двери его кабинета и была его личным дневником, подъемным мостом и воротами с решеткой, отсекающими незваных гостей, решительно и что особенно ценно на государственной службе и с безупречным тактом. А еще Мэри Гуднайт могла бы устроить, но не устраивала, выставку регулярно перепадавших ей открыток и сувениров от коллег, друзей и поклонников с символикой Титаника. Настолько она походила на Кейт Уинслет. Доброе утро, Гуднайт! Эти подобные каламбуры с ее фамилией, означавшие «Добрый вечер», давно перешли из флирта в разряд ласкового обмена любезностями, как привычные нежности между супругами. Мэри начала перечислять назначенные на сегодня встречи, но Бонд велел все отменить. Он должен увидеться с человеком из третьего отделения, который прибудет из Тэмпсхауса, а потом, возможно, придется скоропалительно уехать. «Агентурные сообщения тоже пока попридержать?» спросила она. «Нет, давай их сейчас перелопачу», подумав, ответил Бонд. «Все равно стол надо разгребать. Если придется уехать, возвращаться потом к недельным залежам бумаг радости мало». Мэри вручила ему стопку папок с грифом «Совершенно секретно». Ну и на сегодняшний день это, в принципе, все книги про Джеймса Бонда от других авторов официально изданные на русском языке. Надеюсь, вам было интересно все это послушать, дорогие друзья. Ну а с вами был Барин и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон»